друзья всем привет сегодня хочу сделать такое небольшое маленькое видео наверное вот сюда надо смотреть да тогда получится то что смотрю в камеру вот какие такие автомобили покупают так 1 автомобиль на сегодня кстати не забывайте прокомментировать обязательно прокомментировать и подписаться на канал напоминаю занимаюсь я помощью при покупке автомобилей то есть кому нужна помощь звоните пишите обращайтесь мой телефон указан под видео в описании канала проверка одного автомобиля стоит две тысячи рублей итак давайте начнем это toyota porto черный цвет автомобиль даже не успел побывать на сайте расти на сайте дрон точка ру осмотрен мною выкуплен и поедет в санкт-петербург 2017 год пробег 14000 на этом автомобиле автомобиль не битье да у него есть нюанс по кузову в данный момент конечно ничего нет все делать в японии просто замена крышки багажник внимание пробег 14000 очень хорошая летняя резина литье будем еще поставить вообще шикарно смотрел собой из каких-либо дефектов по кузову вот она небольшая вмятинка она вытягиваться вот такие вмятины знаете вот много вопросы задают там красит надо делать там что-то нет делать красить ничего не нужно это вмятины быть вытягивается бесконтактно особенность данного автомобиля с левой стороны одна широкая дверь сдвижная и очень комфортный салон третье переднее сидение вперед образуется у нас проход на второй ряд сидений согласитесь очень много места сейчас мы доберемся туда птс идет электронная ну напоминает а что все-таки многие задают сейчас вопросы да я хочу автомобиль с бумажным птс все кончились кончились птс к только электронные бумажные птс это пробежные автомобили также смотрите получается у нас такого плана столик согласитесь тоже это очень удобно трансформируется все очень просто буквально одной рукой ну ладно ни одной так ребята немножко перепутал вот этот рычажок он двигает сидушку вперед-назад что поднять спинку нужно обратно понимать вот этот рычаг до одной рукой здесь к сожалению не сделать ну ладно бог с ним так значит по месту именно пассажира я считаю рассказывать здесь ничего места очень много очень много места вот такого плана здесь удобная ручка для посадки автомобиль вот дверь допустим давайте вот проведем такой эксперимент зафиксировать зафиксировал да ну немного немного неудобно тянутся до пассажиру закрывать дверь все-таки кнопочку будет нажать как-то попроще кнопочку нажал все дверь поехала давайте сейчас посмотрим из минусов из минусов хотя наверное нет минуса нет хотел сказать руку приткнуть некуда да вот сюда мы можем положить свою руку действительно ехать ехать удобно также ручка напоминаю вот этого солнцезащитный козыречек у нас есть подсветки нету что знаете бывает вот здесь идет подсветка место очень много очень много то есть могу допустим еще там вперед до сидушку подвинуть снизу вот такая вот ниша я не знаю зачем она здесь нужна напишите в комментариях для чего крючочек вот такого плана бардачок есть ну есть такой к планы верхнем бардачок который туда как бы вглубь уходит здесь у нас есть выдвижной подстаканник смотрите вы даже вот пыли на воздухозаборнике да вот практически нет 14000 пробег на автомобиль 14 обкатку только прошел автомобиль так пойдем наверное послал автоматически стеклоподъемник но вот как бы да подруг он здесь сделан под руку но не каждый может догадаться кто-то я думаю будет его искать вот где-то в этом районе по факту он спрятался вот здесь чтобы открыть дверь изнутри либо кнопка либо тянуть не надо ручку просто так все дверь дверь поехала то же самое ребят постоянно всем говорю закрывается автомобиль точно так же все метла подогрев дополнительный стоп-сигнал состояние автомобиля снизу дальше разберем немного багажное отделение то есть она как бы здесь не в ровно ну не в винда идет в углубление неплохое согласитесь прям прям неплохое по объему есть подсветка которая включается автоматически есть динамик багажнике с правой стороны динамик чисто аккуратно запаски нет идет ремкомплект вот кто скажет амбите они бить и смотрите завод все заводское вот здесь пластик тоже вот прям не поцарапан клевое состояние очень хорошая ну опять же если честно я не вижу вот смысла да вот так вот как-то не знаю то есть если сиденье складывается ну должно складываться как-то в ровный пол хотя это опять же это мое мнение швы герметики завод просто замена крышки багажника так по стоимости не помню говорил вам не говорил 700 725 тысяч рублей как видите с правой стороны дверь идет распашная не сдвижная даже не хочу ногами наступать сюда такая частота аккуратно так слева стороны из удобств подстаканник такая тканевая вставочка ниша небольшая ну и тоже такая ниша поделена на две части не знаю что туда можно ложить то почему знаю не знаю вот видите как у японцев все клево до зонтик вот так вот так можно вот так нельзя столичек да вот этот вот то есть вот для чего это нужно было ручка дверь открывается с левой стороны тоже нас имеется кнопка подсветка ну я думаю без комментариев по местам с правой стороны дверная карта пластик небольшая тканевая вставка а4 b5 бутылочница стаканчики тоже сюда влезет автоматический стеклоподъемник двигатель 2nr коробка передач вариатор блестит аж все все аж блестит также есть повторители без ключевой доступ есть лифт сидений ручник ножной система ай стоп автосвет движение по полосе датчик при столкновении отключение трк корректор фар отключение двери складывание зеркал регулировка зеркал руль идет обычный пластиковый все приборы сведены на серединку переживать не надо да то что вам придется как-то отвлекаться все четко ясно удобно доступно такой подстаканчик квадратники ну и вот тоже какая-то вот такая вот ниша вот здесь по передней части тоже место довольно много мне сидеть удобно климат-контроль все на кнопочках стакане довольно много подстаканников автомобиля вот сюда можно сам пример покажу неудобными рукой это конечно делать но что делать вот так вот что-то себе положить там не знаю понятно то что книгу мы сюда не поставим на за рулем отвлекаться отвлекаться нам нельзя по обзорности я плохого сказать ничего не могу обратите внимание да здесь нет окошко в стойке с левой стороны есть окошечко то есть мертвых зон по минимуму так ну что надо бы завести наш автомобиль обычная магнитола вот он пробег родной на автомобиле сейчас автомобиль прогреется и повезем в транспортном компании видео сегодня такое не особо будет большое сейчас еще один покажу мини ленчик на сегодня хватит друзьям и и последнее время многие спрашивают помогаем ли мы помогали я продать автомобили такое знаете бывает редко скажем так редкое исключение это ну наверное сейчас будем практиковать буду помогать тем которым автомобили выбирал лично до чтобы быть в этом автомобиле уверенным и так данный форестер был подобран в марте месяце того года 2016 год аукционная оценка четыре балла пробег был шестьдесят восемь тысяч на данный момент момент пробег на автомобиле восемьдесят четыре тысячи автомобиль целый как говорится не битой не крашеный полностью обслуженный в очень хорошей комплектации то есть в принципе здесь есть все даже больше как видите это рестайлинг установлены туманки штатная субаровское литье неплохая летняя резина бесключевой доступ рейлинги цвет такой интересный оливковый практичный на самом деле цвет в плане вот даже были знаете на него на нем не так видно я вот сравниваю допустим со своим фориком это нет turbo обычный двухлитровый двигатель японские рейлинги сзади у нас установлен как видите тюнин и бампер накладка идет японская метла восемьдесят четыре тысячи настоящий родной пробег на автомобиле стоимость один миллион семьсот тысяч рублей плюсы покупки пробежного автомобиля но это естественно автомобиль уже обслуженный какие там болячки были по вылазили все это устранено автомобиль на номерах экономия плюс установлена уже сигнализация тоже ну скажем так удовольствие не из дешевых коробка передач кто не знает установлен вариатор вариатор здесь идет цепной это конечно плюс родное лобовое стекло система айсай подогрев лобового стекла вот из минуса вижу есть трещина на мой взгляд forester это самый такой практичный удобный кроссовер также штатный коврик там у нас есть запаска полочка чисто аккуратненький салон то знаете смотришь автомобили вот здесь там все такое зачуха на этом царапины какие-то здесь нет это он еще ну как сказать не подготовлены до автомобиль если бы он сейчас был на полированный там на лизан и смотрелся вон конечно по-другому еще круче вот одни коврики одни коврики стоят три с половиной тысячи сзади у нас подлокотник есть подогревы немаловажный момент именно субариков да чтоб он не был ржавым видели до состояния автомобиль целый не крашеный электросиденье электропакет также есть подогревы передних сидений кнопка x-мод система айсай говорил уже полный мультируль полный мультируль есть не на всех фориках двигатель обслуженный подкапотное пространство тоже не ржавая при покупке нужно уделять внимание да вот на ролики на состоянии роликов двигатель как часики ну естественно естественно как часики я бы дефлектор бы добавил бы еще кстати автомобиль ездит без дефлектора капот без сколов кожаный руль так надо выключить то youtube забанит подогревы x-мод двойной климат-контроль бортовой компьютер полный бак бензина наверное будет подарок еще немаловажная функция да это датчики слепых зон они отключаются в зеркалах это очень полезная функция реально я не знаю я раньше без нее ездил я думаю то что сейчас за миллион семьсот без пробежный автомобиль не взять в такой комплектации с таким пробегом в таком состоянии поэтому ребят кому интересен данный автомобиль кстати он есть на дроме автомобиль проверенный один миллион семьсот тысяч рублей пришел за следующим автомобилем и я хочу вам напомнить не забывайте то что авторынок зеленый угол это не только да вот это вот внизу центральной стоянки которые находятся вдоль дороги но также есть скажем так закутки да самая самая верхняя стоянка где очень большой выбор автомобилей многие просто про это не знают и сюда не доходят вот здесь сейчас автомобили раскупили обычно вот внизу тоже в одессе забито стоянка довольно таки длинная и вон там еще поэтому не проходите мимо следующий наш семейный автомобиль я напоминаю есть honda freed есть honda freed спайк большинство почему-то любит именно спайки данный экземпляр это фрид это был поиск автомобиля бюджет был 700 тысяч потом бюджет немного увеличили до 740 тысяч вот но в итоге ребят автомобиль 2010 года фрид кстати позволялся и гибрид и не гибрид 2010 год неплохая комплектация сейчас я вам покажу вот стоимость автомобиля 683 тысячи рублей серый цвет такая же ситуация как и спорт и замена крышки багажника все целое штатное литье летняя резина начнем с багажного отделения тоже все чисто аккуратно третий ряд сидений он крепится по бокам как догадались ровный пол здесь сделать нельзя но опять же смотрите третий ряд сидений ну мое мнение только чисто для детей из удобств под стаканнички сзади два капитанских кресла электродверь из меня не изменяет память здесь одна автомобиль еще вы купили вы купили его в пятницу выходные не трогали транспортно не работала второй ряд сидений кресла двигаться вперед-назад есть подлокотники но знаете при желании можно конечно отрегулировать чтобы всем было комфортно я имею ввиду первому ряду второму ряду и третьему ряду переднее сиденье немножко сдвигаем вперед то же самое ту же самую манипуляцию производим со вторым рядом сидений и сзади место у нас будет побольше поручень ручка это тоже очень удобно дверные кладки карты идут сплошной пластик есть подстаканник есть вот такой крючок есть кармашек кармашек японских автомобилях где он есть почему-то идет он с левой стороны вот повторители здесь тоже нас пластик музыку вырубая выключаем чтобы у нас не забанили птс к также идет здесь электронная выпуска напоминаем по документам вы получаете электронную птс к сбк тестер сертификат безопасности транспортного средства тпошки копию паспорта продавца вот он собственно родной аукционный лист замена крышки багажника пробег на автомобиле сто тридцать тысяч километров двигатель полтора литра коробка передач вариатор автоматов уже практически нет на свежих японских автомобилях вот на фридах на спайках еще устанавливаться автоматы но опять же на автомобилях 4 воды так как вот и по моему открыл автомобиль не ржавый я как бы на это уделил внимание до особо потому что фриды спайки в какой-то степени ну где-то вот попадаются рыжики здесь состояние днища по низу автомобиль реально клево вот это белый налет будете ездить двигатель помоете он уйдет это не соль и приходят увидят о топляк у тебя друг нет не топляк обвес до аэро спойлер не на всех есть не на всех покажу вам состояние автомобиля снизу кто знает кто знает тот поймет я скажу так 683 тысячи стоит данный автомобиль если версия идет гибридная то друзья гибрид здесь идет не полноценный напоминаю вам об этом так ну что еще показать пойдем на место водителя руль обычный пластик ручник идет ножной одна электродверь подстаканник панелька знаете вот смотрит на тебя но как бы немного под углом тоже очень удобно так три ключа автомобиля аж три ключа электронный климат-контроль розетка выходы ниша тоже вот такого плана ниша мультимедиа полный руль король руль работает место очень много вот такой вот интересный автомобиль друзья на вот такого плана получилось небольшое видео хочется показывать вам больше автомобиля да то что правый руль его действительно покупают покупают очень много много катастрофически не хватает времени потому что съемка это тоже это ни одна ни две и не пять минут видео получается там на 15 минут по факту на съемочке уходит времени немножко побольше поэтому всем огромное спасибо кто следит за моим каналом всем огромное спасибо кто подписывается до новых встреч